А в Москве на Можайском шоссе в скором времени возведут новый храм в честь святителя Иова, патриарха Московского. На строительной площадке был совершен чин освящения закладного камня в основании созидаемой церкви. Несмотря на плохую погоду, прямо под открытым небом молились более трех сотен прихожан. Закладку камня в основании храма в честь святителя Иова, патриарха Московского, совершил епископ Бронницкий Игнатий, управляющий западным викариатством. Имя небесного покровителя будущего прихода было выбрано не случайно. Возводимая церковь станет патриаршем-подворьем древнего и прославленного Старицкого Свято-Успенского монастыря. Именно в нем был подстрижен в монахе первый представитель всей Руси Иов. Сегодняшний день в истории Московской городской епархии западного викариатства особенный. Здесь при въезде в град Москву с западного направления мы заложили камень по благословению святейшего патриарха Московского Сея Руси Кирилла. Камень в основании будущего храма, посвященного в честь памяти святителя Иова, первого патриарха Московского Сея Руси. Храм, который будет, я надеюсь, что в скором будущем здесь воздвигнут, при въезде в город Москву с западного рубежа, будет живым свидетельством нашей православной веры, будет живым источником, который своей неиссякаемой силой будет возрождать наш народ в жизни. Также владыка Игнатий совершил чин освящению малого храма, установленного рядом со строительной площадкой по многочисленным просьбам жителей района. Ведь людям очень важно поскорее увидеть первые результаты и, конечно, иметь возможность всем вместе возносить молитвы об успешном окончании работ. Церковь возвели в рекордно короткие сроки – за две недели. По словам настоятеля нового прихода, отца Александра Нарушева, местные жители очень рады, что теперь у них появилась возможность помолиться рядом со своим домом. Сейчас они восприняли возможность молиться рядом со своим домом, особенно пожилые люди, те, кто имеет маленьких детей, то есть молодые мамочки и бабушки, которые сидят со своими внуками, восприняли вот эту возможность молиться рядом со своим домом практически в парке. В парковой зоне, где они прогуливаются со своими детьми, просто как благословение, как благодать Божия. Поэтому уже записываются, у нас еще нет купели даже свои, а уже записываются в очередь на крещение. Будущий храм рассчитан на 300 прихожан. Согласно плану, в этом году будет закончен нулевой цикл, и рабочие приступят к кладке стен первого этажа. Завершить строительство планируется в конце 2013 года. Спасибо. Спасибо. Спасибо.